Приветствую вас. Давайте попробуем разобраться с тем, что вы написали. Итак, значит, вы пишите, я не понимаю, как можно доверять людям, особенно мужчинам. Ну, здесь давайте сразу проясним, вообще, проясним вопрос доверия как такового. То есть, что такое доверие? Что вы подразумеваете под доверием? На самом деле, если вы под доверием подразумеваете полную отдачу себя другому человеку, например, если вы под доверием подразумеваете просто полную, значит, ну, растворение, да, растворение себя в другом человеке, то в этом контексте, конечно, ничего удивительного нет в том, что доверять так нельзя. Потому что так доверять можно только проверенным людям, проверенным временем, проверенным делами, проверенным поступками и так далее. То есть, именно так, на самом деле, ситуация обстоит. Понимаете? Так как вы доверяете людям, вот вы полностью им отдаетесь, полностью, значит, растворяетесь в нем, ну, в человеке, в мужчине. Это, конечно, очень плохо. И очевидно, что вам это нужно. Вам нужно растворяться в других людях. Для чего-то. Знаете, у вас есть потребность раствориться в другом человеке. Почему? Потому что, скорее всего, у вас, у самой, недостаточно внутреннего ресурса для того, чтобы чувствовать себя самостоятельной, самодостаточной и так далее. Понимаете? И вопрос в том, почему? Вопрос в том, почему этого ресурса нет у вас. Вот что у вас. Потому что, вообще-то говоря, ресурс должен быть. И, на мой взгляд, на мой взгляд, наличие или отсутствие данного ресурса закладывается, конечно, еще в детстве. В детстве и в том, как мы устраивали свои отношения с родителями. Вот. Например. Например, с родителями. Ну, это необязательно. То есть, там, может быть, с родителями, может быть, отношения со сверстниками. Со сверстниками, но в любом случае. В любом случае. В этом есть причина. В этом есть причина. Значит, можно доверяться людям. Доверять можно каждому. Абсолютно без каких-либо проблем. А только при условии, что то, что вы доверяете человеку, то, что вы доверяете человеку, ну, мужчине, не важно. То есть, то есть, если вы доверяете кому-то, то, что вам навредить может, то есть, например, доверяете свою самостоятельность, свою независимость. А, позволяете человеку решать за вас какие-то вещи, например, ну, какие-то элементы вашей жизни. То вот это, вот это, конечно же, и является тем доверием, ну, негативным, негативным доверием, негативным доверием. Которое вам вредит. И которого в норме, в норме, в норме быть не должно. Со всеми людьми. С каждым человеком. То есть, вот, если человек доказал, если человек доказал, доказал, что он достоин доверия, доказал, что он достоин того, чтобы быть, ну, чтобы вы, там, на него полагались. Показал, что, что на него можно полагаться. Да? Вот если так, то проблем никаких нет. Но на это нужно время. И время явно больше, чем три дня. А у вас, у вас, у вас ситуация, скажем так, что вы полюбились, что вы влюбились, и все. И сразу человек для вас стал всем. То есть, моментально вы в нем растворились. Но если так, то для этого, для этого были свои причины. И об этих причинах вам нужно, как следует, подумать. Что это за причины? Что за причины заставили вас развориться в человеке так быстро, буквально через три дня общения? То есть, понятно, что вы влюбились, да, но потерять голову. Если вы потеряли голову, значит, на это были, еще раз повторю, свои причины. У вас были причины на то, чтобы потерять голову. И вопрос заключается только в том, что это за причины такие. Вот именно, именно это, как хотел вам сказать. Далее, значит, будешь влюбиться у бабушки в провинции, я познакомился с парнем. Если у вас было любовь с первого взгляда, значит, у обоих. Ну вот тоже, очень интересный момент. Любовь с первого взгляда у обоих. А вы, простите, откуда знаете, то у обоих именно? Откуда знаете, что у обоих? Откуда знаете, что у мужчины была любовь с первого взгляда? Ну вот у вас, допустим, да У вас, допустим, и была любовь в первый взгляд Но откуда вы знаете, что у него такая же любовь? То есть, когда вы говорите, что у обоих Когда вы говорите мы Вы сразу снимаете с себя Никакой ответственности Вместо я влюбилась Вместо у меня любовь с первого взгляда Вы говорите у нас, у обоих И это тоже является, к сожалению, такой ошибкой Которую вы допускаете Потому что нельзя утверждать Наверняка, что любовь была с первого взгляда У него точно Хотя бы потому, хотя бы потому Что это другой человек И может быть он и был влюблен А может быть он и не был влюблен То есть, это неизвестно Неизвестно, был он влюблен или не был Но Если вы были влюблены А вы были влюблены Как мы поняли Если вы были влюблены То, соответственно, момент какой Момент какой Если вы были влюблены Значит вам казалось Если я влюблена То и в меня влюблены Если я влюблена То и в меня влюблены Так, скорее всего, вы думаете Ну, это вот Это не совсем верно Да, это нормально 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 так думать Нормально так думать Но это Это все же Не истин Это все же не истин Потому что вы не можете знать А вы поступали так Как будто вы знаете Здесь тоже ошибка Ошибка в виде проекции Далее Наши Так На третий день Он улетел в другой город На другой конец страны Мы договорились Связываться Посвятий телефон Вернувся в свой город Я не могла найти его Около месяца Вот смотрите Три дня прообщались Да Три дня прообщались Вы уехали И не можете найти его Три месяца Не можете найти его Месяц Месяц Вы не можете его найти Ну Очевидно Что он Скорее всего Не хочет Чтобы вы его нашли Очевидно Что он Скорее всего Не желает Чтобы вы его нашли Но вы продолжаете Его искать Для чего? Опять же вопрос Для чего? Потому что он Нужен вам Он Нужен вам Он необходим вам Стояк То, что У него Могут быть Стояк Стояк То, что У него Может не быть К вам Тех чувств О которых Он говорил Это вы В расчет Не принимаете Опять же Почему? Потому что у вас Есть на это Причина Увлеченность И желание И желание Довериться Полностью Человеку Это Желание Довериться Полностью Человеку Оно Опять же Происходит в детстве То есть Вопрос Вопрос С родителями Очень Важный На мой взгляд Как у вас Как вас Воспитывали Родители Что они вам Внушили Что они вам дали Как Родители Вот Потому что Это момент Принципиальный Если родители Не смогли Воспитать В вас Такого вот Обособленного Немного Соблюдающего Свои Личные Границы Человека Значит Вам нужно Именно Это В первую очередь И делать Учиться Устанавливать Свои Личные Границы Учиться Тому Что есть В этом мире То Что Никому Не дано Вас Ну Как-то Вот Менять Как-то На это Как-то Влиять И так далее Понимаете Либо Либо Дано Дано Может быть Дано Но Только Самому Близному Близному Человеку Мужу Может быть Мужу Но И то Если это Даже Муж То Там После Какого-то Временного Промезутка То есть Не сразу Не сразу Совсем Не сразу Далее Значит Так Объяснив тем Что Ему Нужно Закончить Отношения С девушкой Он Объявился Мы Общались До Июня Какое-то У нас Отношение Общались До Июня Сколько Времени Вы Конечно Не написали Жаль Потому Что Это В общем Это В общем-то Довольно Важный Момент Но В любом Случае Общались Так Как будто У вас Отношения Общались Так Как будто Как будто У вас Отношения Это Знаете Очень Сильно Напоминает Очень Сильно Напоминает Определенную Иллюзию Вот Очень Сильно Напоминает Это Определенную Иллюзию Я Вам Совершенно Точно Могу Это Сказать Общались Так Как будто У нас Отношения То есть Ни Вы Ни Он Как я Понял Не Говорили Конкретно О том Что У вас Отношения Просто Общались Так Как будто У вас Отношения Вам Так Казалось Вам Так Казалось Вот Ну Это Это Вот И Есть Как раз Тот Момент О котором Я Голос Говорил Что Вы Сами Себя Вели В Иллюзию Вы Сами Себя Вели Заблуждение Скорее Сего И Собственно Поверили В нее И Отсюда Вы Имеете Проблемы Теперь Потому Что Мужчина Это Он В Другом Мире Живет Далее Тут Он Резко Пропал Пропал Я Начал Искать Не Понимая Что Произошло Назвала Информацию Через Его Друга Вот Опять Я Начала Сказ Пишите Вы Зачем Искать Человека Который Ян Не Хочет Чтобы Его Нашли Для Для Чего Просто Ответьте На этот вопрос Подумайте Для Чего Искать Если Вы Его Любите Хорошо Но Если Вы Любите То И Один Наверное Тоже Любит Вас Правильно А Если Он Вас Любит То Стал Он Вас Бросать Вот Об этом Постарайтесь Подумать Это На Самом Деле Очень Очень Важно Чтобы Вы Об этом Подумали Чтобы Вы Подумали О том Для Чего Вы Вообще Все Это Делали Чтобы Вы Подумали О том Чем Вы Руководствовались Когда Это Делали Все И И Происходя Из Этого Вы Могли Бы Составить Определенное Представление О том Насколько Вы Действовали Ну Например Адекватно Адекватно Например Ситуации Адекватно Например Тому Что Происходило И так Да Потому Что Нельзя Назвать Адекватных Поведения Когда Второй Раз Ищут Человека Который Второй Раз Пропадает Я думаю Что Если Человек Пропадает То Это Его Выбор Вы Как Будто Вы Его Выбор Не Уважаете И Сказалось Почему Не Уважаете Выбор А Это Уже Установка Если Вы Не Уважаете Выбор Другого Значит Скорее Всего Не Уважали Ваш Выбор И Отсюда Модель Поведения Такая И Вот Это Нужно Прорабатывать Учить Вас Уважать Выбор Других Уважать Свой Выбор И Уважать Выбор Другого Человека Только Так Возможно Выстраивать Здоровые Отношения С Людьми Значит Мы Узнали Что Вы Забрали В Армию И Он Решил Здесь Посты Сейчас Дорог Бюше Заложник Дальше Заметь Заметь Дыра Выше Дыра Выше То Бишь Пустота Ну Говоря Другими Словами Это Пустота У Вас А Что Значит Пустота Пустота Означает Что Вы Теряете Личностный Смысл То есть Вам Тяжело Вам Тяжело Но Вы Продолжаете Жить Почему Тяжело Тяжело Жить Вот Этот вопрос Да Такой Немного Бананный Почему Тяжело Жить Потому Что Вы Жили Например До Э Для Человека Да Вы Жили Для Человека Вы Жили Им А Когда Он Ушел Когда Вы Его Потеряли Вам Жить Стало Недликом И Соответственно Вам Стало Тяжело Очень 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 Тяжело И Опять Здесь Важный Вопрос С Чем Святы Начальность Почему Вам Тяжело Жить Без Кого То Без Него Как Же Вы Собственно Говорят Как Живут Ваши Смыслы Ваши Цели Ваши Идеалы Ваши Стремления Как Жи Вот Это Все Об Этом Вот Тоже Нужно Подумать Если Вам На Что Ответься В Контексте Самой Собой Далее Значит Осенью Он Объявился Подманил Все Рассказал Как Было Делать Что Не Хотел Чтобы Я Его Дала И Продала Мы Продолжили Общение Но Лишь Приняк На Третий Вдруг Опять Резко Пидет Мне Сообщение Прости Но Я Обещал Будь Человеком Которого Очень Люблю Но И Уважаю Как Гром Среди Ясного Неба Ну Как Гром Среди Ясного Неба Это К сожалению К сожалению Как Гром Среди Ясного Неба Это К сожалению В Некоторой Степени Ваша Субъективная Позиция Потому Что Потому Что На самом Деле Это Более Чем Ну Более Чем Реально Более Чем Допустимо В Этой Ситуации Потому Что Человек Так Уже Поступал И Если Человек Так Уже Поступал То Скорее Человек Так Поступил Человек И Здесь Опять Вы Как Будто Бы Как Будто Бы Слепо Верите Ему Слепо Верите Ему Почему Вот Что Важно Вот Что Действительно Важно Что Заставляет Вас Слепо Верить Человеку Почему У него Получилось Третий Раз Вести Вас В Заблуждение Относительно Своих Намерений Потому Что Вы Этого Хотели Потому Что Вам Это Для чего Это Было Нужно Далее Значит Так Почти Через Год Следующим Летом Я узнаю Что Он Вернулся И Женился После Зновости Я Окончательно Понял Что Не Судьба И Встретил Своего Будущего Мужа В тот же Год Ну С 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 Вы В Тот Жий Год Встретили Своего мужа С учетом С Что Прошло Немного Время с тех пор, как вы с этим мужчиной расстались, да, окончательно эмоционально, судя по тому, какое эмоциональное состояние у вас, вы его не отпустили, вы его до спорта не отпустили, а уж что говорить тогда, тогда, тогда вы его точно, точно не отпустили, совершенно точно, значит, смотрите, вы не отпустив его, не отпустив человека, вступили в новые отношения, да, то есть, если вы его, если вы его любили, если вы его, если действительно это был человек, который вам дорог, и так далее, то, опять же, вряд ли вы его так сразу могли бы забыть, ну, не могли, не могли бы вы его так сразу забыть, вот, значит, эээ, получается, что вы его не только бы забыли, вы просто-напросто решили выбить клин клином, то есть, то есть, я не могу быть с одним, ну, ладно, я буду с другим, и всё. И получается, что второй мужчина, ваш будущий муж, от которого у вас ребёнок, это второй будущий муж, сыграл весь роль средства, то есть, он заменил вам в некотором роде, этого мужчину, которого вы потеряли, и от этого, от этого уже второго мужчины, вы получили то, что вам нужно было. А нужна вам была семья, вам нужна была семья, вам нужна была стабильность, вам нужна была определённость, вам нужно было в ком раствориться вновь. Что это? Установка родителей, проявление ценности, бег от ответственности своей, собственной и так далее, сказать, конечно, сложно, сложно сказать об этом. Сейчас, что именно. Но, однозначно, у вас линия поведения достаточно, ну, достаточно чёткая, достаточно чёткая линия поведения у вас. И я могу сказать только то, что если у вас линия поведения такая чёткая, то есть, вы чётко знали изначально, чего хотите, прямо чётко знали, чего хотите, то опять же, совершенно непонятно, что заставляло вас искать. Этого у мужчины. То есть, если нужна стабильность, да, если нужна стабильность, то, ну, наверное, искать нужно эту стабильность у того, кто способен её дать. А мужчина-то, именно этот первый ваш, он её дать явно был не способен. И тогда вопрос, почему вы пытались всё-таки быть с ним? Раз за разом верили им. Ну, ага, дальше, дальше, значит, эм, так, у того парня, семья, два сына. Откуда вы, кстати, знаете это? Эм, ну, все эти годы он появлялся, но молчал в соцсети, будто смотрит на мою жизнь. Ну, это вы, скорее, опять же, преувеличиваете, потому что, ну, может быть, он к вам и заходил, но, почему вы считаете, что он ими смотрел на вашу жизнь? Значит, так, чтобы я знал об этом. Ну, опять же, это ваши домыслы. Эм, значит, так, и вот сейчас оно объявляется, и мы начинаем общение. Зачем? Опять же, вы говорите мы, мы начинаем общение. Это неправильно. Если говорить не мы начинаем общение, а я, ну, понимаете, я начала с ним общение. Потому что я хотела. Если я хочу, то я хочу этого для чего-то. Да. И вот вопрос именно в том, для чего. Вопрос именно в этом. Для чего я начинаю общение с этим человеком? Опять. Снова и снова. Зачем? Потому что, ага, мы, ну, как бы, понятие мы, понятие мы, здесь, ну, не очень. Мы это что-то непонятное. Мы это что-то расплывчатое. Мы это что-то такое эфемерное, что нельзя как-то попробовать, ощутить, отрефлексировать. И поэтому, она говорит, она бесполезна. Но, это очень удобно, очень удобно, если мы говорим о том, что вам нужно избежать ответственности за то, что вы делаете. Это очень удобно. И я хотел бы в этом ошибаться. Далее. Я понимаю, что люблю его все так же. Ну, понимаете, а кого вы любите, если вы, как я понял, в отношениях с человеком и не были практически? Физической близости у вас не было. Узнать друг друга вы тоже, по-моему, не смогли. Ну, у вас вроде бы не было возможности узнать друг друга. Ну, нормально, хорошо. Так что же вы любите? Не любите ли вы, случайно, придуманный образ? Только лишь. Только лишь придуманный образ. Свой. Это ваш собственный придуманный образ человека. Ну и, конечно, незавершенность отношений. То есть, вы-то себе придумали образ его. Вы-то себе его придумали, а опровергнуть или подтвердить этот образ у вас возможности не было. И отсюда, отсюда, именно отсюда, и ваша вот эта вот столь продолжительная любовь. Так же, я думаю, что, поскольку ваш муж изначально для вас все-таки средство, вы его позиционировали как средство, то, естественно, полностью вас он не удовлетворяет. И если он полностью вас не удовлетворяет, то, естественно, у вас постоянный мотив думать об этом человеке. Муж полностью не удовлетворяет, значит, я буду думать о нем. Это нормально, опять же. Это вот нормально, что вы думаете о нем, потому что, ну, а как по-другому? Муж-то только определенную функцию выполнять. Муж-то хорошие только на фоне этого человека. Муж-то хорошие только на фоне вот этого нестабильного. А так-то он может быть вообще непонятный, странный и вас не понимает. Видите, как ситуация происходит? Это тоже стимулирует в вас любовь. Ну, как вы думаете, любовь. Значит, так. Довериться не могу, но это правильно. Он объединяет, что любит, ну да, 7 лет, наверное, любит. Что уходит, все исправит. Две недели общения. Ну, я издала, что он снова все сломает. Противы этого не делать. Почему? Если у вас муж. На что вы рассчитывали в этом общении? Если вы хотели развестись с мужем для него, то разводиться нужно в любом случае, потому что это значит, что мужа вы не любите. А если вы любите его и не хотели разводиться, зачем вам общение с ним? Так, значит... Он объявлял, что не станет, наверное, просто так делать, и я поверил. То есть поверили опять словам. Нужно верить не словам мужчины, а поступкам. Мужчина определяет поступки, не слова. Пришлось надеяться, что будем вместе. А муж, а дети, а его жена. И тут после обычного сообщения приходит, прости за все, меня больше нет в моей жизни, и ничего не объясняет больше ни одного сообщения. Нет звонка, а я не понимаю, как реагировать уже. Но человек вас использует. Успокоительные не дают эмоциям хоп. По причине всего того, что я вам сказал. Вообще эмоции надо выплескивать, негатив надо выплескивать. А муж ваш, он очевидно вас не слышит. Муж ваш, он очевидно на своей волне, ваш муж. Он хороший, как муж. Но он скорее всего никакой, как мужчина. Раз вы так легко увлеклись первым парнем. Кстати, а вы подумали о нём, подумали о ребёнке? Каково им будет вся вот эта ситуация? В тот момент, когда появилась надеяться, что вы будете вместе. Но даже близости не было. А это и не нужно. Если бы была близость, может быть, всё было бы и не так. Может быть, есть психологические объяснения этому мужчину? Объясню, почему он так поступает. С одной стороны, потому что он боится после серьёзных отношений, боится того, что к вам чувствует. С одной стороны, боится зависимости. Боится действительно истины как бы неудачи. Потому что истина неудача – это с тем, кого ты любишь. И ложная неудача – это с тем, кого ты не любишь. Ему проще чувствовать себя неудачником с тем, кого он не любит, чем неудачником с тем, кого он любит. То есть с вами. Вот. Но это по сути неуверенный, мучимый, страшный человек. Так. Говорил, что жена всё знает, но она добрая, она понимает, хоть и обижается. Я даже не знаю, что вам сказать. Мужчина выбрал себе такую жену, которая ему идеально подходит. То есть, которая закрывает глаза на его интрижке. А это, скорее всего, означает, что мужчина изменяет ей. И, скорее всего, это означает, что он и вам бы изменял. Ну, ещё бы. С таким ветреным характером сложно не изменять. Я не понимаю, как не вести себя в дальнейшем. Не доверять совсем, что ли никому никогда быть жестокой. Странный вопрос, немного, если честно. Вам… В доверии я сказал. В доверии я сказал. Значит, непонятно, почему никому. Ммм… А как же ваш муж? Хотя бы. Ему-то можно доверять? Он-то вам, вроде, ничего плохого не сделал. Муж-то. Почему ему хотя бы не доверять? Что мне сказать? Далее, если вы будете придерживаться тех рекомендаций, которые я дал, то проблем с доверием у вас не будет. И с болей, соответственно, тоже. Что касается кому-никому, то здесь момент какой. Будет каждому давать шанс. Каждому. Но два. Не больше двух шансов. Я думаю, так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку «Буду рад помочь». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...